здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана 17 марта самый опасный день будьте внимательны и осторожны сегодняшнем видео вы все узнаете 17 марта пройдет под влиянием 15 лунных суток несущих всплеск нестабильной энергии только от вас зависит насколько неблагоприятным для вас окажется этот день если вам удастся побороть негатив и не поддаться на провокации неприятности дня обойдут вас стороной в эти лунные сутки будьте готовы к любым сложностям и неожиданностям вселенная словно проверяет вас на прочность выясняя насколько искренне ваши желания намерения и на что вы готовы пойти ради достижения цели не пытайтесь начинать что-то новое и не занимайтесь важными делами так как все что вы сегодня делаете будет сопровождаться различными трудностями в это время понадобится вся выдержка и сила воли чтобы противостоять негативу выхватившему все что вам дорого пригодятся навыки без конфликтного общения умение договариваться и идти на компромиссы нервозность спровоцирована нестабильность его на энергии сопровождается повышенной эмоциональностью поэтому окружающие вас люди способны обидеться на любую мелочь даже в разговоре с близким человеком сегодня может закончиться серьезные ссоры вызваны взаимным недопониманием поэтому умение держать себя в руках будет не лишним не допускайте суетливости сегодня это только навредит ситуации также нежелательно вмешиваться текущий ход событий постарайтесь абстрагироваться так как именно в этот день вы ничего не сможете изменить в этот период особенно важно позаботиться о духовности изучите соответствующую литературу займитесь практиками обязательно в этот день благодарите высшие силы за то что у вас уже есть завести свою жизнь увидите сколько всего важного и цену вокруг вас остается незамеченным крайне важно это понять именно сегодня так как иначе вы не сможете добиться большего в эти луны сутки не рекомендуется находиться в толпе проведите этот день уединенно если есть такая возможность отправьтесь на природу найдите время на то чтобы разобраться в семье избавиться от гордыни и неуступчивости если вы будете двигаться в правильном направлении и не подойдитесь на провокации судьба преподнесет щедрый подарок людей которые были искренне и благоразумны на протяжении предыдущих дней календаря луны ждет исполнение заветного желания кроме того если провести этот период гармонии с миром и собой откроется новая информация о важных событиях и о людях в них задействованных этот день не самое лучшее время для каких-либо начинаний так как неблагоприятная обстановка этого дня может только ухудшить ситуацию ни в коем случае не стоит расслабляться но лучше если вы что-то затеяли то лучше подождать пока критический период не уйдет окончательно в эти сутки нежелательно отправляться путешествие даже если оно не займет много времени избегайте различных командировок и рабочих поездок а лучше перенесите все на другой день ну а по народным приметам 17 марта отмечают герасим грачевник рожденные 17 марта наделены романтичностью и богатым воображением несмотря на частое витание в облаках это серьезные и ответственные люди всегда доводящие начатое до конца общительны и любят пробовать новые но при этом проводят много времени наедине с собой а их талисман береза это название день получил из-за приметы славян согласно которой именно 17 марта в родные края возвращались грачи и этих птиц традиционно считали символами весеннего тепла по поведению грачей было понятно как скоро можно заняться пассивными работами в полях наблюдательные крестьяне считали что если прилетевшие птицы начинали заниматься своими гнездами и не вылетали из них то тепло уже совсем близко если же взлетали и не хотели сидеть в них означало что весна припозднится в это время больше всего опасались нечистой силы в доме на защиту от злодеяния от нечисти в этот день наши предки у своей двери вешали головку чеснока молодые незамужние девушки устраивали 17 марта гадание на то выйдут ли они в этом году замуж или нет не глядя в окно по очереди выбегали за ворота и смотрели кто шел навстречу если это была взрослая женщина то скорее всего замужество состоится до конца года еще наши предки следовали давней традиции которая гласила что на девшина герасима новую обувь быстро исцелиться от любых недугов особенно это касалось заболеваний шеи и спины сновидение в этой день пророческие и реализуются спустя 12 дней в этой день старались избавиться от старой обуви считалось что выбрасывая старую обувь вы избавлялись от своих бед и неприятностей обязательно нужно было вымести весь мусор из дома вместе с мусором вы выметаете все беды и проблемы в этот день очень важно сделать практику на удачу чтобы привлечь удачу нужно взять воду из природного источника если нет такой возможности берите бутилированную когда придете домой налейте воду в самую любимую и красивую чашку возьмите листок бумаги и напишите следующие слова луна беда забирай и несчастье прогоняй когда луна начнет расти тогда и удача ко мне в дом будет идти пишем один раз свой листок где вы написали вы должны положить под чашку и так вы все должны оставить до утра утром этой водой нужно обязательно умыться со словами от бед защищаюсь удачу ожидаю все а листок нужно сжечь также в этот день хорошо делать практику на деньги вам нужно взять в руки одну монетку и просто выйти на улицу если нет такой возможности выходим на балкон зажмите в ладошки свою монетку и начните думать о деньгах также представьте как вы держите большую сумму денег как делаете дорогую покупку потом нужно разжать кулак и проговорить слова копейки серебряные по свету рассыпаны луна от ненужных глаз их скрой клад зарой луна растет расцветает мне процветание подарит говорим три раза монета который ваших руках нужно отдать на пожертвование также в этот день хорошо проводить практику на благополучие вечером сядьте успокойтесь подумайте о своем благополучии благополучие для каждого из нас может быть разным для кого-то важно благополучие семье для кого-то в работе или наоборот кто-то хочет добиться больших успехов как только для себя решили что вам важно нужно закрыть глаза и сказать слова луна все увидит спрятанное показывает помилование не знает она на небе светится удачу приносит прогонила на моё невезение как ночь начнет отступать так благополучие будет прибывать моё пожелание сбудется жизнь хорошим заполнится говорим три раза все такая практика обязательно привлечет благополучие в этот день есть очень строгий запрет который стоит учитывать первое не тратьте большую сумму денег а то могут настигнуть финансовые проблемы не ругайтесь и не ссорьтесь в этот день самое главное вы сдержитесь от громких обещаний проводите день в делах про лень в этот день забудьте во всех традициях лунных днях праздниках отражается отношение людей к природе и к самим себе также все эти традиции учат нас быть добрее не только к самим себе но и ценить все то что дает нам окружающий мир и как обычно по традиции перед сном каждый из вас перед тем как ложиться спать проговариваем такие слова я магнит для успеха и счастья вот повторяем один раз этого будет достаточно и вы посмотрите что в вашей жизни обязательно будет и успех и счастье